В тайваньском метро можно выходить в интернет куча разных способов. Одних WiMAX операторов 6 штук. Мы едем гостя к самому большому. Он называется Global Mobile. Очень так незатейливо называется. Он охватывает 8,5 миллионов потенциальных пользователей. И в данный момент компания переходит от стандарта WiMAX, готовится перейти от WiMAX к LTE. Для этого ей нужно покрыть 70% страны или поставить всего 1000 базовых станций, что компания собирается сделать к концу этого года. Соответственно, сейчас у компании 20 тысяч пользователей, но с переходом на LTE в следующем году их количество увеличится до 160 тысяч. Услуга компании Global Mobile называется GoFund. Под этим брендом она продает, собственно, у них логотипы, видимо, долг. У компании Global Mobile всего один ритейл-стор. Он находится прямо возле штаб-квартиры, под ней фактически. Но компания продает свои продукты через другие салоны тоже. Вот, собственно, GoX салон, который, на удивление, совмещен с какой-то едальней. Вот так тут бывает. Как у каждой уважающейся компании, есть различные продукты для подключения к компьютеру и другим устройствам. Основное, конечно же, это USB-донгл 4G и различные конвертеры 4G Wi-Fi, ну и стационарные какие-то штуки большие. Самый дешевый стоит 430 местных долларов, ну, 430 рублей, который включает в себя USB-донгл. Второй 530 рублей, он включает донгл и домашнюю станцию Wi-Max. А третий 780 рублей в месяц, он включает все возможные устройства, 4G Wi-Fi, домашний роутер и донгл. Поскольку у нас с Киевом очень много устройств здесь в поездке, мы выбрали не USB-донгл, а конвертер из 4G Wi-Fi, чтобы сидеть со всех наших айфонов и планшетов. Стоимость его депозита 2500 тубиков местных, 2500 рублей. Их отдаем, потом нам их возвращают, когда будем уезжать. Вот так вот выглядит эта коробочка. Я закончил свой нелегкий процесс, он занял всего 10 минут, несмотря на то, что иностранцы здесь очень редко встречаются, но я вышел с такой коробочкой, с контрактом и с тарифным планом. 4 мегабита обещают на скачку и один на выдачу. То, что и нужно. Начинаем тестировать. Вот пока я сейчас с вами говорю, вокруг меня, через меня, сквозь тебя, сквозь всех людей пролетают гигабайты, мегабайты разных картинок, файлов, чего только не летает вокруг нас. Весь город пронизан высокоскоростным интернетом. 4G, WiMAX, LTE, и теме 4G посвящен целый отдельный большой павильон на Computex. Но он скучный. Идем тестировать WiMAX на самой высокой точке города. Башня 101, который 101 метр или этаж. Как показала практика, на самой высокой точке города WiMAX не берет. Диод поиска сигнала легкорадочно бегает туда-сюда. Иногда он останавливается на одном делении, но Wi-Fi все равно не цепляется. Соответственно, WiMAX сюда не добивает. Ну, в общем, это сильно ухудшает возможность использования в этом устройстве. Все-таки иногда хочется посидеть с нормальным интернетом на высоте 400 метров. Спускаем спид-тест. Пока идет тест, по опыту работы я хочу сказать, что очень сильно зависит качество связи от того, как далеко находишься от окна. Это особенность технологии WiMAX. В России с GYOT'ей ровно то же самое. И часто непредсказуемый результат я получаю из одного теста скорости. Но в среднем скорость на отдачу была в районе 0,8 регулярно. На прием 4 Мбит тоже я получал довольно часто. Иногда это было меньше, иногда больше. Но сейчас это какой-то совсем плохой показатель. Посмотрим, что на отдачу он даст. Ну вот такое тоже бывало, да. Самый низкий вариант у меня был 0,3 Мбит. Нестабильно. Нестабильно. Но, по крайней мере, это лучше, чем Wipline. Однако, тесты тестами и хоть и не дают хоть какую-то примерно объективную картину, хотя тоже, конечно, субъективную, все-таки личные, собственные ощущения гораздо важнее. И после 4 дней использования всех возможных систем мобильного интернета здесь, на Тайване, поделимся личными ощущениями. Вот мы все время каждый вечер с этой коробочкой сидим и ужинаем. Ким, что скажешь? Ну, честно говоря, я ожидал от интернета на Тайване гораздо большего. Тайвань, родина таких компаний, как Asus, Gigabyte, MSI. А интернет здесь, ну, по моим ощущениям, 4 дня, 5 дней использования активного не намного лучше, чем в Москве. Здесь есть WiMAX, здесь есть Wi-Fi. Все это вполне сопоставимо с московской Yota и Comstar с московским Beeline Wi-Fi. Здесь Wi-Fi называется Wi-Fi. Коль Турбар мне сразу подключил к Wi-Fi, я выходил везде, где он есть, он почти везде есть. И он не быстро, не быстро работает. Хочет, как бывает Wi-Fi в Москве, Wi-Max. И от него я ожидал намного большего, чем от Wi-Fi. Но вот сейчас сижу на YouTube, зашел на наши ролики, посмотрите, ролик прогружается быстро, но сегодня на Computex мы пытались загрузить видео, оно грузилось очень долго. Видео 300 мегабайт, на файловый хостинг грузилось около 4,5 часов. А утром такое же видео, такого же объема я загрузил в отеле по ADSL за почти час. Вот. Я, честно говоря, немножко разочарован. Немножко разочарован. И 3G здесь вот неплохой. Файл Трубар расшаривал мне каждый раз своего флайера 3G. Где-то он работал очень медленно, но в большинстве мест, да, неплохо. Поэтому интернет на Тайване, наверное, почти такой же или такой же, а может даже чуть-чуть хуже, чем в Москве. Я возвращаюсь домой и хочу сказать, что из трех операторов на самом первом месте у меня 3G-оператор Тайвань Мобайл. 3G-связь самая стабильная и самая четкая, хотя скорости незапредельные. На втором месте WiMAX-оператор, который показал себе как наша Yota, очень похоже. Такие же проблемы при уходе от окна и такие же дыры при покрытии. Худший оператор самая большая сетка Wi-Fi, которая называется Wi-Fly. В целом могу сказать, что российские операторы не хуже. Мы их все ругаем и я в первую очередь, но по общим показателям они примерно так же работают. И, например, мой фаворит по покрытию и по скорости Skylink был бы на высоте здесь, на Тайвэе. Субтитры создавал DimaTorzok